И в продолжении темы здравоохранения. Первичная медицинская помощь должна стать доступнее. Это стало главным аргументом в решении правительства республики строить в отдаленных деревнях и селах фельдшерско-акушерские пункты. Их число ежегодно увеличивается. Сейчас в республике действует 550 ФАПов. Своевременно оказанная помощь позволила снизить смертность среди сельских жителей на 3,5%, а заболеваемость на 13%. Этой маленькой пациентке столько же лет, сколько и самому пункту в деревне Сучьево. Три года. А что у тебя болит? Кашлеет? Немного кашлеет, да, Витя? Гурушку надо, наверное, посмотреть. Маше повезло. Дедушка привел ее на прием вовремя, когда простуда только началась. Тебе дедушка сделает разочек? Ты будешь кулацать? Бабуле делать надо, да? Ну пока бабуль на работе, наверное. Делаем. Лекарства надо принимать. Будешь принимать? Я так принимаю. Молодец. Прием пациентов ведет Светлана Бушкова. Она родом из этих мест, работает в системе здравоохранения почти 30 лет. К нам чаще всего обращаются с проблемами, основными давлениями, болезнями суставов. Во время сезона острыми респираторными заболеваниями приходят. Я сама здесь родилась, здесь я выросла. Я тут население практически всех знаю. Работа мне нравится своя. Теперь нет необходимости часто посещать районную больницу. ФАП очень нравится, своевременно, народ очень доволен. Работники это уважения очень приветливые. Светлана Александровна свою работу очень знает, профессионал. К Светлане Бушковой за помощью обращаются жители четырех деревень. А это более тысячи жителей, из которых 120 дети. В основном прием ведется на месте, но врача можно вызвать и на дом. Вот у меня проблема, иногда скакивает у меня давление. Вот приду, мне какой скажет, я такой, или отправляет Марпасад к врачу. И туда съездим, приедем, там напишут направление. И на укол уходим, и на перевязку можно уходить. Вот когда что-нибудь рано случится, мы придем, она не отказывается. Всего в Маринско-Пасадском районе работают семь модульных ФАПов. Строится еще два. Проблема обязательно решится, потому что вот, которые сейчас, модульных два ФАП у нас строятся, они уже, стены возведены, они под крышей. И до конца этого года, даже лета, они у нас построятся. И будут введены в эксплуатацию. Открытие этих модульных ФАПов жители деревень ждут с нетерпением. Медицинская помощь и для них станет доступнее. Ольга Алексеева, Борис Андреев, Республика.